Добрый день, дорогие друзья! Всем известно, что ирландцы очень музыкальный народ. Большая часть населения Ирландии играет на музыкальных инструментах, умеют петь и танцевать. Считается, что традиционная ирландская музыка ритмичная и танцевальная. И вы знаете, это действительно так. Тема же для творчества ирландцев это море, борьба за независимость, дружба, которая крепчает с каждым бокалом знаменитого темного напитка и, конечно, любовь. Если вы хотите ощутить себя на какие-то пару часов настоящим ирландцам, то вам обязательно в панораму на шоу «Дорога в Дублин» от создателей знаменитого ирландского шоу «Кельтика». Мировой интерес к ирландским танцам последних десятилетий обусловлен проявлением эффектных ирландских шоу. Но с чего все начиналось? Как зародились эти танцы? Первые зафиксированные документально данные о ирландских танцах относятся к XI веку в упоминаниях о христианских гуляниях. Но не исключено, что характерные элементы начали формироваться еще во времена друидов, практиковавших круговые движения в религиозных ритуалах. Когда до острова добрались кельты, они привезли с собой свои национальные танцы, смешавшиеся с колоритными хороводами. Английская колонизация преследовала все проявления местных традиций, поэтому ирландские танцы более чем навек ушли в подполье. Им обучали втайне в далеких селах бродячие мастера. Так каждый учитель предлагал свою технику. Стандартизация случилась только в XX веке в ходе мероприятий по возрождению и сохранению крупиц ирландской культуры. До конца столетия они являлись чем-то вроде хобби с национальной окраской, преимущественно для эмигрантов и их потомков. Поворотным моментом стал, как бы это странно ни звучало, международный конкурс Евровидения. В 1994 году зажигательное шоу «Риверданс» с участием чемпионов по ирландским танцам впечатлило зрителей настолько, что уже на следующий день во всем мире стали интересоваться, где научиться таким экспрессивным движением, похожим на чечетку или степ в воздухе. Самыми сложными для исполнения считаются сольные танцы. Они стандартизированы и, безусловно, очень зрелищны. Как правило, их эффектные элементы используются в различных шоу и программах, любых международных мероприятий, связанных с фольклорным и этническим жанром. Отличительная черта танца – быстрые и четкие движения ног при абсолютно неподвижном корпусе и плотно прижатых к телу руках. Существует забавная легенда, объясняющая такое положение конечностей. Дескать, в давние времена ирландцы так хаотично рассмахивали руками во время танца, что церковь объявила подобное движение вопиюще непристойным. И с тех пор добрые католики из Умрудного острова начали махать ногами. Еще более правдивое и банальное объяснение. Эта танцевальная традиция связана с нехваткой места для маневров. В старину в качестве устойчивой жесткой поверхности для танцев зачастую использовали снятую с петель дверь. Сцена получалась очень маленькой и принуждала исполнителя к максимальной компактности па. Келли. Групповые ирландские танцы, в которых от двух до 16 человек выстраиваются в различные фигуры или танцуют отдельные элементы на месте. Они включают в себя основные движения и шаги сольных танцев. Пары образуют круг, держась за руки, выстраиваются в шеренги, собираются в сеты или колонны. Сет танцы в свое время были безжалостно заклинены, как недостаточно ирландские. Такое клеймо они получили из-за французского происхождения, по сути, это адаптация кадрили под ирландские мелодии. Тем не менее, ввиду своей простоты они прижились в стране. Технике уделяется минимальное внимание. Смысл этого танца в общении с партнером. На ярмарках, праздниках и народных гуляниях можно было кружиться с понравившейся девушкой, не рискуя нанести ей травмы. Самое важное в ирландском танце – это обувь. Используются два типа – мягкие тапочки на шнуровке и жесткие ботинки. Знакомство с танцевальной культурой ирландцев начинается только в легких балетных без каблука. Набойки требуются уже более опытным исполнителям для ритмичных ударов об пол. Тренируются в любой одежде, а на выступлении обычно надевают костюмы. Женщины наряжаются в расшитые кельтскими узерами яркие платья с короткими и пышными юбками, чтобы видны были движения ног. Мужчинам предлагают неширокие штаны с рубашками с короткими рукавами. Ирландские танцы шагают по планете. В разных странах открываются школы, где можно приобщиться к этой части культурного наследия удивительной земли, где прячут золото. Лепреконы, а люди среди зеленых холмов находят клевер, приносящий удачу. Вместе с музыкантами шоу «Дорога в Дублин» вы мысленно прогуляетесь по залитым солнцем лугам долины Керри. Послушайте шум моря на знаменитом утесе Мохер. Потанцуете под веселую музыку уличного музыканты и может даже пропустить и по вокалу того самого знаменитого напитка в пабе с добродушным незнакомцем на главной улице Дублина. А для полного погружения в виртуальную экскурсию по Ирландии, я хочу сказать, что все будет исключительно в живом звучании. Так 12 октября киноконцертный зал «Панорама» шоу «Дорога в Дублин» от создателей знаменитого ирландского шоу «Кельтика». Звоните по телефону, мы всегда рады слышать вас. Заходите на наш сайт, будет много нового и интересного. До встречи в «Панораме».